Славянский район по праву считается одним из самых спортивных в крае. Тысячи славянцев ходят на спортивные площадки, стадионы посещают спортзалы. Они знают, что спорт – это жизнь радостная и полноценная. Спорт позволяет уверенно идти к здоровью, долголетию и различным достижениям в жизни. Об этом и многом другом говорилось на заседании Совета по спорту. Подробности в материале Андрея Вишневского. Ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители детско-юношеских школ, других спортивных организаций, представители местных властей и спортивной общественности были приглашены в легкоатлетический манеж Олимпийц. Недаром наш муниципалитет называют территорией спорта. И это подтверждается на практике. Славянцы добиваются успехов в массовом и детско-юношеском спорте. Лучшие атлеты радуют всех своими результатами в спорте высоких достижений. Постоянное внимание к отрасли со стороны властей обеспечивает улучшение ее материально-технической базы, что придает новый импульс росту спортивных результатов. Те программы, которые есть, они реально работают, они наполнены деньгами, как мы говорим. И вот сегодня, благодаря целому нашей большой команде, мы не ленимся, мы проектируем объекты и нам получается что-то строить. Пример приведу, вы видели, мы открыли зал единоборств, сегодня строится объект в станице Петровской. И те парки, которые мы сегодня построили, плоскостные сооружения на улице, они тоже очень хорошо используются нашими жителями. И вот обращаем внимание, по Адельской проедет с работы, едешь вечером часов 8, налево поверни голову. Все площадки, которые построены, все заняты. Люди активно занимаются спортом. Это, конечно же, приятно. Есть большой прогресс в развитии спортивной базы района, и это очевидно для всех. Начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа выступил с серьезным докладом, в котором подытоживалась работа за минувший год. Он отметил, что деятельность управления была направлена на повышение мотивации славянцев к регулярным занятиям физкультурой и спортом, на развитие инфраструктуры отрасли, на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов, добивающихся высших достижений. 650 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 88 тысяч человек. В 2021 году это было 600 мероприятий, приняло 80 тысяч человек. Массовый и общедоступный спорт – это спорт, направленный на повышение уровня физической подготовки населения. Так, поселения Славянского района ведут работу 15 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Работа, которая эти клубы направлены на развитие массового спорта. Сборная команды физкультурно-спортивных клубов в 2022 году участвует в спартакеаде. Спартакеады – это районная, мы проводим эту спартакеаду по 23 видам спорта. Вы, все поселения, участвуйте, но более самое активное, которое принимает участие в спартакеаде – это Славянское городское поселение, Урожай, прибрежное поселение, спортивный клуб Урожай, спортивный клуб Алипа, Анастасиевское сельское поселение, спортивный клуб Здоровье, Умаевское поселение. То есть спортсмены этих поселений приняли участие во всех 23 видах программы этой спартакеады. Славянские спортсмены завоевали в 2022 году на краевых всероссийских и международных соревнованиях 1018 медалей, что значительно превышает результат предыдущего года. Начальник отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Александр Шувалов сказал, что Славянский район высоко держит марку спортивного развития. Славянский район является территорией спорта. Министерство физической культуры и спорта всегда готово поддержать любые положительные начинания в этой области. Для нас спорт, естественно, является однозначно только приоритетной задачей, в связи с чем я от лица Министерства физической культуры и спорта и от лица Министра физической культуры и спорта Тимченко Сергеем Викторовича хочу поздравить вас с завершением этого непростого года. Для спорта, да и, наверное, в целом. И пожелать вам на будущий год только идти вперед, достигать новых вершин. После обсуждения имеющихся проблем, которое прошло в ходе заинтересованного разговора на заседании Совета по спорту, состоялось награждение лучших из лучших. Удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта международного класса» были вручены члену сборной команды России по академической гребле, победителю первой всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов Елизавете Ковальской. Дали мастера спорта международного класса. Конечно, это очень приятно, потому что это показатель того, как хорошо работала я, как работала вся команда, мой тренер, за что огромное ему спасибо за поддержку в этот, кстати, непростой год. Мастерами спорта стали гимнастки Инна Филоненко и Дарья Зубченко, Кристина Польщикова, отделение академической гребли спортшколы «Изумруд» и Герман Иванов, спортсмен отделения адаптивных видов спорта спортивной школы «Триумф». Благодарностями были отмечены ветераны спорта, лучшие физкультурно-спортивные клубы, поселения, представители всех заинтересованных служб, предприятий, организаций, отличившиеся команды, тренеры и спортсмены. В номинации «Звезды славянского спорта 2022 года» была награждена мастер спорта России, победитель первенства страны в помещении по легкой атлетике «Прыжки в шестом» Алла Александра Парнов. Да, этот год был успешный, я рада с выступлением, и летом была вторая, и зимой первая, и масса спорта, и все вместе, и да, сезон был удачный, так что я счастлива. На мою Россию юниорскую быть первой, это моя цель, а на юностре выступить, в тройку попасть, потому что там уже взрослые, высоко прыгают, и я буду работать над тем, чтобы быть лучшей. «Звездой славянского спорта» в нынешнем году была признана и победитель первенства России по легкой атлетике «Прыжки в шестом» София Казанова. Она выполнила норматив мастера спорта. У нас замечательные тренеры и база, вот манеж хороший, в котором мы сейчас стоим. Мы здесь тренируемся, и здесь всего хватает. В общем, довольны условиями. Планировали вообще выполнить мастера спорта еще зимой, наверное. Но летом это все-таки получилось, и я очень рада, что все-таки смогла выполнить, и будем дальше прыгать, тренироваться. Теперь я перехожу в возраст до 20, то есть это юниоры. И все-таки стоит задача улучшить, конечно же, личный рекорд и на России показать хороший результат. «Звание спортсмен года 2022» удостоен мастер спорта России, победитель первенства страны по легкой атлетике «Прыжки в высоту» и серебряный призер всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов Ярослав Кутковой. Тренер Ярослава Куткового Владимир Рябухин победил в номинации «Тренер года 2022». От начала лета в июне начался сезон летний, и в каждом соревновании мы принимали участие, чтобы просто хотя бы попасть на этот турнир, зарабатывали баллы, очки. И в итоге в конце августа в городе Челябинске встретились с лучшими прыгунами, с лучшими легкоатлетами всей страны. Собрались и чемпион мира, и серебряный призер мира, и участники Олимпийских игр в этом секторе. Получилось так, что Ярослав установил личный рекорд, прыгнув на 2,26. Это и при этом еще рекорд Краснодарского края в прыжках в высоту среди молодежи. Вышло так, что он стал вторым, проиграв всего лишь призеру чемпионата мира Данилу Лысенко, который прыгнул 2,28. Заседание Совета по спорту стало для всех его участников запоминающимся событием и еще раз показало, что физкультура и спорт в нашем районе продолжают развиваться. Спорт по-прежнему популярен и очень нужен для всех, кто выбирает здоровье, силу и красоту. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События.